Многие компании, известные сегодня на весь мир, когда-то переживали не лучшие времена, были на грани банкротства и закрытия. Но находились кризис-менеджеры, которые спасали такие компании, как киностудия Уолта Диснея, автомобильная корпорация Ниссан, финская Нокия и итальянский Гуччи. Если бы не эти люди, то мы бы никогда не увидели пиратов Карибского моря, Нокии 3310 или красный Ниссан Микро с розовой оплеткой на руле, вставший поперек двух парковочных мест. В любом обществе уважают людей, которые спасают чужие жизни или здоровье. А вот руководителей, спасших от гибели крупные корпорации, почитают только в узком кругу. Именно об этих людях и пойдет речь в этом видео. Спасение Дисней После смерти Уолта Диснея в 1966 году студия, созданная им, тоже начала потихоньку загибаться. Возглавлявший ее Рой Оливер Дисней, брат Уолта, был хозяйственником и творческое направление пустил на самотек. В результате за время его правления студия не выпустила ни одного успешного мультфильма и существовала только за счет Диснейлендов и внушительного списка хитов, созданных Уолтом. 1984 год компания встретила с постоянно падающими доходами. Биржевые стервятники предпринимали попытки проглотить студию и распродать по частям все ее бренды и активы. Совет директоров, посовещавшись, призвал вытаскивать компанию из петли Майкла Эйснера, на тот момент главного операционного директора Paramount Pictures. Выйдя на работу в первый день, Эйснер обнаружил, что кроме него в компании никого нет. В Диснее в тот год каждый приезжал на работу в удобное для себя время и работал строго до ланча, во время которого все укрепляли командный дух игрой в карты, а погоню за прибылью считали кощунством. Эйснер начал свою работу с финансовой и маркетинговой сфер. Он придерживался принципа, что надо выжимать из каждого проекта максимум. Персонажи фильмов и мультфильмов регистрировались как товарные знаки и уходили в тираж. Различные товары, книги, журналы, телепередачи, радиоспектакли, аттракционы и многое другое. При этом право на использование диснеевских образов было поставлено под бдительную охрану армии юристов. В истории студии есть иски к детским садам, неосторожно нарисовавшим на своих стенах Микки Мауса или к актрисе, пришедшей на вручение Оскара в наряде белоснежки. Но чтобы девчонки и мальчишки, а точнее их родители, продолжали тратить деньги на ластики и пижамы с веселыми принтами, нужно было придумывать новых героев. В то время Дисней выпускал один фильм в 3-4 года и хитом не стал ни один из них. Тогда Эйснер переманил из Парамаунта бывшего коллегу Джеффри Катценберга, который славился чутьем на таланты, а еще тем, что ежедневно проводил около 150 телефонных разговоров, каждые длительностью не более двух минут. Под Катценберга было создано подразделение полнометражной анимации. Его сотрудников обязали прочитывать по десятку сценариев в день в поисках потенциальных хитов. К тому времени понятие «выходные» стало условным в Диснее. Рабочий день начинался в 7, а заканчивался тогда, когда у Эйснера больше не было вопросов. Подразделение быстро начало себя оправдывать. В 1989 году из-под его карандашей выходит «Русалочка», а за ней красавица и чудовище и Аладдин. А в 1994 году выходит самый кассовый мультфильм 90-х «Король лев». Чтобы диснеевские герои чаще напоминали потребителям о себе, Эйснер начал превращать компанию в одну из крупнейших медиакорпораций США. Не без помощи инвесторов покупалось все, что так или иначе имело отношение к медиа. Кабельные каналы, издательства, заводы лазерных дисков и видеокассет. В итоге в 90-х Дисней уже получал доход около 4 миллиардов долларов. Обскакал Форд по биржевой цене. А акции его вошли в пакет, по которому вычисляется индекс Доу Джонса. Спасение Ниссан. Если бы не Карл Азгон, мир лишился бы возможности смеяться над владельцами Кашкаев, думающих, что они ездят на внедорожниках. Для Ниссана 1999 год стал худшим за всю его историю. Понесен рекордный убыток. Долги компании достигли более 22 миллиардов долларов, а до этого еще 9 лет в подряд падал объем продаж. Сотрудники жили и работали с ощущением упадка. Однако никто не считал себя ответственным за сложившуюся ситуацию и не торопился ее спасать. Японские традиции корпоративного управления вообще не одобряют крутые перестройки, такие как сокращение издержек, не говоря уже о массовых увольнениях. В этом есть и свои плюсы. Японцы любят стабильность. Если производственные мощности упали, то у людей все равно остаются рабочие места и платится зарплата. И это естественно сказывается не лучшим образом на компании, наращивающей свои долги. Разруливать ситуацию взялась компания Рено, купившая контрольный пакет акций тонущего Ниссана. В Японию был командирован Карлос Гон, ливанец, родившийся в Бразилии, получивший образование во Франции и возглавлявший какое-то время американское отделение Мишлен. В деловых кругах он был известен как убийца издержек. Принцип его работы это исключение всех необоснованных трат, которые в данный момент никак не сказываются на развитии компании. Гон вступил в должность президента и главного исполнительного директора Ниссана. Ситуация вынуждала действовать быстро, но в первые же дни выяснилось, что ни один человек ни в одном подразделении не может точно описать положение дел. Департаменты компании были невероятно замкнуты и мало интересовались тем, что творится за их стенами. В международных структурах тоже царила разобщенность. Японское отделение преследовало свои цели, европейское и американское свои. Хотя была у них и общая черта – привычка утаивать информацию друг от друга. Гон поступил хитро. Он вовлек в разработку плана спасения самых разных сотрудников. Топы, менеджеры-среднячки и специалисты собирались за одним столом. За три месяца Гон провел сотни встреч, более чем с тысячей человек. Тогда у него и появилось новое прозвище, намекающее на режим работы – 7 дней в неделю с утра до ночи. Затем, после всех этих трехмесячных встреч, команда Гона всего за неделю утвердила план возрождения Ниссана. На его презентации Гон заявил, если в 2001 финансовом году у Ниссана не будет операционной прибыли, я подам в отставку. Конечно, это не на рельсы ложится, но все равно смелое заявление. Реализуя план, Гон закрыл сразу пять заводов в Японии, сократил 21 тысячу и 150 тысяч сотрудников. В их числе оказались не только рабочие, но и управленцы. Своих мест лишились почти 50% менеджеров разных уровней. По стране прокатилась волна протестных акций, на что Гон ответил, что деньги, которые компания тратила на дармоедов, нужны для разработки новых машин. Он признавал, что большинство выпускавшихся тогда моделей никуда не годились. Например, Микро не обновлялось к тому времени уже 10 лет, и их необходимо снимать с конвейера. При разработке новых моделей Гон приказал делать упор на эмоциональную составляющую. И учитывать, что владелец испытывает по отношению к машине сильное чувство привязанности. Еще две японские традиции сломал Карлос Гон, чтобы спасти Ниссан. Например, была разрушена система перекрестного владения акциями, при которой компании предпочитали иметь дело со своими поставщиками и банками, даже если это невыгодно. При Гоне партнеров стали выбирать, исходя из их эффективности. Во-вторых, было покончено с системой старшинства. Раньше сотрудник не мог претендовать на некоторые должности, если не достиг определенного возраста. А теперь во внимание принимались только личные качества кандидата. Результаты стали видны, как и прогнозировал Гон. В марте 2001 года была зафиксирована прибыль в 250 миллиардов йен. При этом экономия за счет сокращения издержек составила 192 миллиарда йен. Загруженность мощностей выросла с 53 до 82%. А сам Гон, несмотря на то, что нарушил ни одну японскую традицию, стал крайне популярен в стране. Его даже сделали героем комиксов. Спасение всей швейцарской часовой промышленности тоже дело рук одного талантливого менеджера. Начать стоит с того, что в 1541 году к власти в Женебе приходят кальвинисты. И первым делом начинают запрещать различные развлечения, азартные игры и драгоценности. Тогда-то ювелиры и их клиенты переключились на часы. С этого момента ведет свое начало история швейцарской часовой промышленности. И так случилось, что к 1982 году эта самая часовая промышленность была близка к концу. Ассоциация швейцарских банков, владевшая крупнейшими часовыми производителями, уже собиралась их продавать японцам. Тем самым японцам, которые и поставили отрасль на грань ликвидации, наводнив мир дешевыми, но качественными часами. Они вытеснили швейцарцев с американского и азиатского рынков, отгрызли существенную долю в Европе и начали потихоньку перебираться из нижних и средних ценовых сегментов в люксовый класс. В Швейцарии тем временем выпуск часов упал на 70%. С рынка ушло более половины из 1600 производителей часов и деталей к ним. Банкиры, как ни странно, не собирались бороться за национальные часы. Им куда проще было оценить стоимость крупнейших компаний и продать все, что можно. Но нанятый на оценку консультант Николас Хаек вдруг вызвался спасти швейцарскую часовую отрасль. Он представил проект возрождения стоимостью 300 миллионов швейцарских франков. Банки согласились дать 49%, а остальные предложили внести самому Хаеку в обмен на соответствующую долю акций, и он принял вызов. Компании были объединены, а Хаек взял руководство на себя. Первым делом он решил войти в сегмент массовых часов дешевле 50 долларов. Придумать такой ход несложно, но как реализовать? В то время рабочая сила в Японии стоила в меньше, чем в Швейцарии. Николас решил атаковать с двух фронтов – технического и маркетингового. Инновацией в производстве стало уменьшение количества деталей механизма простых часов со 150 до 50. Это сделали за счет того, что комплектующие стали устанавливать непосредственно на заднюю крышку корпуса. При этом способе не нужны были соединительные узлы. Меньше деталей, меньше поломок и меньше размер. В то время как японцы гордились часами толщиной 4 мм, компания Хаека была готова производить часы в 1 мм. Также была изменена схема производства. Раньше каждая компания производила большинство деталей самостоятельно. Хаек разделил обязанности. И одни заводы сконцентрировались на производстве комплектующих, а другие собирали из универсальных деталей и модулей готовые часы. И так недорогие и качественные часы Swatch были готовы найти руки покупателей. Но нужно еще заинтересовать дистрибьюторов и клиентов. Первые не хотели брать низкоприбыльный товар, так как с 50 долларов много не наваришь. А покупатели привыкли относиться к часам как к прибору измерения времени и дорогой имиджевой вещи. И не покупали новые часы, пока не потеряются или не сломаются старые. До потребителей стали доносить мысль, что часы это не только прибор узнавания времени, но и важная модная деталь. И обновлять часы нужно вместе с изменениями в моде, то есть каждый сезон. И часы, как любая деталь гардероба, не носятся постоянно одни и те же. Покупателям это понравилось. Уже через год новинку приобрели почти миллион человек. Через два Хаек утроил производство, обогнав японцев. Затем он стал возвращать позиции дорогим брендам. Стало понятно, что швейцарские часы спасены. И сегодня их покупают за миллионы долларов именно благодаря этому человеку. Бренд Гуччи тоже был на грани краха. В 1983 году модный дом Гуччи возглавил внук основателя Маурицио. После смерти отца к нему отошло 50% акций. Другие 50% были распределены между дядей Маурицио и кузенами. После долгих попыток засудить друг друга и забрать чужую долю, родственники все же помирились. Но до разумного управления компанией руки у них так и не дошли. Маурицио главным образом распродавал лицензии на торговую марку. В конце 80-х под брендом Гуччи выпускалась даже туалетная бумага. Так дело дошло бы и до подгузников. Но сыновья Альдо, устав бороться с кузеном, продали свою долю Бахраинскому банку. Арабы мучились с Маурицио 5 лет и после долгих переговоров выкупили и его долю. К этому моменту был потрепан не только бренд, но и бюджет. Убыток в 1993 году составил 22 миллиона долларов и бренд Гуччи считался признаком плохого вкуса. Возрождать модный дом взялся тандем из менеджера и дизайнера. Президентом стал Доминик Десоли из американского отделения, а креативным директором стал Том Форд. Десоли занялся организационной стороной и первым делом разорвал все лицензионные соглашения, которые вредили имиджу компании. Он хотел, чтобы изделия Гуччи вновь стали предметами роскоши. Но творческое направление было под контролем Тома Форда. Он возглавил все 11 ассортиментных линий Гуччи. Помимо создания одежды, он стал продумывать интерьер магазинов и дизайн витрин. Не оставил без внимания и сотрудников компании. Моделировал униформу и разрабатывал дизайн офисов. Прорывом Гуччи стал показ 1995 года, главной темой которого была женственность. Модели демонстрировали открытые рубашки и обтягивающие брюки с заниженной талией. Цель была достигнута, контракты заключались прямо на показе. А спустя несколько месяцев в одежде Гуччи стали регулярно появляться Гвинет Пелтроу, Элизабет Харли и прочие примы Голливуда. За три года с момента, когда Десоли и Форд встали у руля компании, ее годовой оборот увеличился с 250 миллионов до полутора миллиарда долларов. Компания Nokia тоже неоднократно падала на самое дно и возрождалась из пепла с новыми проектами, завоевывая рынок. Уже в 80-х годах Nokia поставляла свою продукцию в страны Советского Союза. Только тогда это были кабель, резина и бумага. СССР являлся основным рынком сбыта финской компании. Поэтому в конце 80-х, когда платежеспособность главного клиента стала резко падать, Nokia попала в очень затруднительное положение. А тут, как назло, случился кризис во всей мировой экономике и сильный спад производства в самой Финляндии. В то же время провалом закончилась попытка Nokia выйти на рынок телевизоров. Некоторые впадут от такого положения в панику. Вот и тогдашний генеральный директор Кари Кайрама совершил самоубийство, очень переживал. Таким образом, в 1990 году главной задачей руководства было банальное выживание. Первым делом решили избавиться от убыточных направлений, одним из которых была мобильная связь. Разобраться с ней поручили финансовому менеджеру фирмы Йорми Алилу за 6 месяцев. Поводов для сомнений в успехе сотовых было немало. Главное было непонятно, много ли удастся продать дорогущих килограммовых агрегатов. Изучив данные, он призвал сохранить направление и сам взялся за его развитие. Мобильные телефоны стали продвигать в армейские и госструктуры, потому что там мало интересуются удобством пользователя. В результате этой деятельности 1 июля 1991 года премьер-министр Финляндии совершил первый звонок в сети GSM по нокиевскому телефону. Но этого Алилу было мало, и он призвал правление сконцентрировать на мобильной связи все ресурсы компании. Он был уверен, что ему удастся завоевать лидерство на этом малозвоенном рынке не только в Скандинавии, но и во всем мире. Правление поверило Алилу и назначило его генеральным директором Nokia. Вступив в должность, он за несколько месяцев распродал все подразделения, не занимавшиеся мобильной связью, и за год сократил штат с 50 до 30 тысяч человек. Полученные деньги пошли на внедрение GSM стандарта по всей Европе и улучшение самих телефонов. В инновации и дизайн вкладывались большие средства, но может быть решающую роль сыграл и стиль управления, внедренный Алилой. Этот стиль он назвал управляемый хаос, суть которого заключалась в постоянном перемешивании людей между подразделениями. Каждый менеджер должен быть готов в один прекрасный понедельник заняться совершенно новым направлением. Он сгонял людей с насиженных комфортных местечек, чтобы не дать им войти в накатанную колею, которая лишает их кругозора и чувства новизны. Ну а страх перед неудачей у менеджеров искоренялся просто, их перестали наказывать. В компании одновременно запускалось множество проектов, и если какой-то оказывался неудачным, менеджера, который его вел, не увольняли, а предлагали ему заняться чем-нибудь новым. Такая атмосфера творчества и свободы быстро принесла результаты. Nokia выпустила один из самых легких и компактных телефонов своего времени, за счет которого отвоевала значительную долю рынка. Также именно в Nokia придумали СМС. Там же придумали персонифицировать телефоны, снабдив их рингтонами и сменными панелями. В общем, Алила поймал свою волну. О банкротстве уже и не вспоминали, а помышляли о мировом лидерстве. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.